Летом вернется Аська, в кино показывают Брат 2, компьютеры стали стоить как автомобили, а автомобили как квартиры. Всем привет из 90-х, на связи МК. Да, как и ожидалось, бизнес в России стал приспосабливаться к текущим условиям. Первый резкий рост цен прошел, и хотя техника все еще стоит дороже, чем месяц назад, теперь подорожание куда менее катастрофическое, чем было в 2014 году. И хотя индекс 10500Ti все еще высок, прогресс есть. Если еще пару недель назад за сборку с этой великолепной видеокартой нужно было отдать под сотню тысяч рублей, то теперь можно обойтись всего лишь восьмидесяткой, что примерно 850 долларов по курсу 97 рублей. Да, доллар рухнул, так что скоро заживем. Сейчас поговорим как. Суд в Москве признал мета экстремистской организации, а Facebook и Instagram объявили вне закона и даже запретили демонстрировать их логотипы. Те самые хитрые, кто все еще пользуются этими недружественными соцсетями, логично забеспокоились, не являются ли они чисто технически сторонниками экстремистских организаций. Знаете, как это бывает? На что власти твердо и четко ответили. Твердо и четко. Нет, экстремистами вы не станете, так что можете пока выполнять свою деятельность. Хотя с каждым днем это делать становится все сложнее. Роскомнадзор продолжает блокировать VPN. В списке уже 20 штук. А без них полистать ленту Instagram получается далеко не у всех россиян. 5 миллионов или 16% пользователей из России в первый же день блокировки не смогли обновить ленту и забили. Хотя у моей жены дома по Wi-Fi все грузится. Вы знаете почему. И если учитывать опыт с блокировкой Твиттера, который уже опустел наполовину, у Инсты все впереди. Возможно, скоро дело дойдет и для YouTube, блокировку которого все ждут, просто не знают дату. И вообще, как мне кажется, мета спланированно нарвалась на эту блокировку. Отдала себя в жертву ради общей идеи. Вот смотрите. Все мы знаем, что основная цель почти всех стран мира это уничтожить экономику России. И все мы знаем, что Instagram, помимо фоточек красивой жизни, это еще куча бизнесов. С тортиками, одеждой, медициной, да всего чего угодно. И ничего не делая со своей стороны, мета, если не заруинила кучу бизнес-моделей в России, то испортила им жизнь точно. Так сказать, метнула свою лепту. Отлично дела идут только у ВКонтакте и Телеграм. Кстати, напоминаю, если вы хотите, смотря выпуск, быть в курсе всех IT-новостей, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. На замену ушедшим соцсетям уже рвутся в бой российские аналоги. Вместо инсты наши отечественные 300 грамм. Суверенный инстаграм будет называться Росграм. И это вам не шутка, один из ее создателей, Александр Зобов, заявил, что учился вместе с самим Павлом Дуровым. И это не пустые слова, ведь всем известно, что охранник Дурова сейчас заместитель министра Телеграм. У Росграма уже даже есть страничка на Википедии. Так что ждем, когда таймер на сайте суверенной инсты завершит отчет и Александр ударит по кнопке запуска. Еще один сервис Рутуб. Мощнейший проект Газпрома, рассчитанный на современную думающую молодежь со стильным дизайном, эксклюзивным контентом и четкой премодерацией. Здесь есть все для любителей смотреть телевизор на компьютере. Количество просмотров у роликов не видно, как и лайков, но поверьте, оно вам не надо. А ВК Групп на полном серьезе на самом высшем уровне сейчас обсуждает вопрос перезапуска ICQ. Возможно, они получили данные, что в последнее время пользователи активно упоминают ICQ в сети, чаще всего в контексте «возможно, скоро все вернутся в Ваську». К слову, ICQ не единственный сервис, о котором задумался холдинг VK. Складывается впечатление, что из некогда соцсети хотят сделать аналог китайского WeChat. Уже в ВК можно и музыку послушать, и видео посмотреть, и на Али новой Xiaomi купить, даже пиццу заказать. А в будущем новости и блоги почитать. На днях Яндекс подтвердил, что собирается продать новости и Дзен. Нидерландская компания осмотрелась, поняла, что на текущей политической повестке далеко не уедешь. Недаром они в Дзен отключили ленту рекомендаций. И продажа этих сервисов сейчас кажется вполне логичным выходом. А ловить сброшенный балласт, по слухам, как раз таки будет ВК. Вполне возможно, что этих сервисов в будущем мы больше не увидим. Потому что интернета этого вашего не будет. И этому есть сразу две причины. Ты пермес! Он нам и нас! Первая чисто российская. Из-за санкций многие компании стали переводить свои сервисы на отечественные серверы. А те мало того, что такой нагрузки могут не выдержать, нарастить мощности у них не получится. Ибо ни AMD, ни Intel, ни Dels HP больше к нам официально серверное железо не поставляют. По оценкам экспертов, уже через полгода даже текущие центры обработки данных латать будет нечем. Не говоря уже об открытии новых. И проблема настолько серьезная, что даже госсектору хватит текущих мощностей от силы на полтора месяца работы. А дальше начнется каннибализм. Менее нужные сервера пустят на запчасти для самых важных. Как это отразится на качестве сервисов и связи, я думаю, объяснять не нужно. Вторая причина более глобальная. Есть такой замечательный, благородный газ-неон, побочный продукт обработки стали. И Украина лидер по его производству с долей вплоть до 54%. Газ этот очищается на заводах в Мариуполе и Одессе, используя российское сырье. Во что превратился Мариуполь и Одесса, можете посмотреть в интернете. А ведь именно неон нужен для правильной работы лазеров для создания полупроводников. Как итог, цена на этот газ уже выросла в 9 раз. И хотя Китай с Россией планируют нарастить его производство, очевидно, быстро это сделать не получится. А значит, текущий дефицит полупроводников дополнительно усугубится с очевидными последствиями для доступности электроники и цен на нее. Что интересно, Китай планомерно стал наращивать производство неона еще в 2014 году и сейчас вполне может покрыть собственные нужды. А вот иностранные заказчики в лице того же Intel вполне могут и подождать. Так, руководитель китайского подразделения Intel Руи Ванг сделала в интервью интересное заявление. По ее словам, компании нужно бороться отнюдь не с AMD. До сих пор в Китае не было ни одной компании, представляющей угрозы для Intel. Но через 3-5 лет местные компании станут сильными соперниками. И это выглядит вполне разумно. В Китае хватает собственных производителей CPU с названиями, которые с третьего раза не прочтешь. Поэтому просто вывожу их на экран. Да, пока самые лучшие их x86 разработки в пользовательском сегменте процессоры ZAOK SINH оказываются лишь на уровне Core i3 пятилетней давности. Но это не такое большое отставание, если вспомнить, что сама Intel все эти годы буксовала на месте. А ведь есть их собственная китайская архитектура типа Longson, которая выглядит достаточно многообещающе. Так что вполне возможно, что через 5 лет вы будете смотреть тесты на Rutube, на какой-нибудь Longhan 5500 и сравнивать его с санкционным i5. Хотя Intel обещает, что без боя она не сдастся, но борьба в любом случае будет интересной. А от конкуренции всегда выигрывает конечный покупатель. Если он, конечно, может себе это позволить. Но разумеется, все эти несколько лет и пользователям, и компаниям нужно будет как-то жить без западной техники. Как решить эту проблему? Правильно, увеличить беспошлиный порог и разрешить серый ввоз. Причем оба этих пункта прямо сейчас обсуждается в Кремле. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что порог беспошлиного ввоза был поднят в 5 раз до 1000 евро. Это позволит обычным пользователям существенно сэкономить при заказе из-за рубежа дорогой электроники. Хотя, конечно, как заказывать с отключенными картами Visa и MasterCard? Возможно, поможет UnionPay. Он, по крайней мере, поможет закупаться техникой в Китае без налога. Правда, на данный момент такая льготная мера одобрена только до 1 октября 2022 года. Что касается разрешения на параллельный импорт, именно этой хитрой фразой назвали ввоз продуктов без разрешения производителей, его обсуждает глава FAS и основательница онлайн-магазина Wildberries. Если я правильно понимаю FAS, в этой ситуации они выглядят примерно вот так. Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Так что, братья-казаки, ждем от вас побольше посылок. С другой стороны, это сильно опустит Россию в глазах множества иностранных компаний, которые привыкли работать по-белому. А другой стороны у нас пока нет. Поэтому... Теперь мы возьмем курс на Кардогу! И раз серый ввоз может стать нормой, возникает логичный вопрос. Может еще и пиратство легализуют? Правительство говорит, что нет. Что касается RUTracker, то тут ситуация остается прежней. Слухи о том, что он закроет доступ для россиян, не подтвердились. Да, трекер действительно мог не открываться, но все это была защита от DDoS-атак. Сейчас все работает через ботов в Телеграм или же через VPN. Но да, пиратство это плохо, вся озвученная информация строго для общего развития. Ну а вот банкам деваться некуда. Раз новое железо и софт официально покупать не получается, они пошли на Авито и Торренты. Оно и понятно, импортозамещение хоть и идет, но медленно. А в крупных банках санкционное оборудование исчисляется тысячами единиц. Причем многое ПО от Oracle или Microsoft заменить вообще очень сложно. А значит, привет пиратство с активаторами. Не знаю, как это отразится на надежности банковских систем. Так что совет хранить деньги в сберегательной кассе больше не особо актуален. Если, конечно, они у вас есть. Еще сейчас активно обсуждается идея создания маркетплейса российского ПО. Изначально его хотели запустить к концу года, но теперь глава Минцифры заявил, что планирует составить реестр отечественного софта и запустить магазин уже к лету. Причем точно известно, что он будет работать на Android. А вот про ОС пока ничего не говорится. При этом саму операционную систему обещали не блокировать. Собственно, текущая ситуация с электроникой в России описывается одной емкой фразой. Последний iPhone сейчас лежит у вас в кармане. Да, уже идут серые поставки, в которые свеженький зелененький iPhone 13 Pro Max вам продадут за 2-3 сотни тысяч рублей. Да, не придется платить налог при покупке за рубежом. Но курс, хоть и слегка присел, все еще не радует. Да и купить что-то вне СНГ россиянам сейчас очень сложно. Так что запретный официальный ввоз вместе с дорогим долларом и санкциями уже привели к тому, что техника стоит очень дорого. А это значит электроникой, которая сейчас есть на руках, будут чаще пользоваться даже не до морального, а уже физического устаревания. В случае со смартфонами камень преткновения аккумуляторы, которые ощутимо проседают за 2-3 года использования. При этом они частенько запрятаны глубоко внутри неразборного корпуса под тремя слоями клея. И тут вы удивитесь логике депутатов Европарламента, которые хотят увеличить время жизни цифровых устройств и снизить количество электронных отходов. Ведомство разработало документ, согласно которому производители должны обеспечить возможность легкой замены аккумуляторов всех бытовых устройств и легковых транспортных средств, а производителей обязать выпускать новые аккумуляторы. Закон пока на обсуждении и радоваться рано. Наверняка найдутся причины его не принимать. Давайте под конец отвлечемся от грустных мыслей и вернемся к старому доброму шта с хорошими новостями. CD Projekt Red неожиданно для всех сообщила, что вселенная Ведьмака не заброшена. Нас ждет новая сага. Да, именно не Ведьмак 4 с Геральдом во главе, а что-то совсем новое. Разрабатывается игра на свежем продвинутом движке Unreal Engine 5. И это, пожалуй, вся информация о новинке на данный момент. О, курва! Короче говоря, игра будет красивой, но выйдет далеко не в этом и даже не в следующем году. На поляках все еще висит киберпанк, который нужно полировать и выпускать обещанные дополнения. Также CD Projekt пояснила свою позицию по России. Да, пока что купить игры не получится, но техническая поддержка для россиян будет оказываться в полном объеме. Все покупки останутся в силе, будут доступны все апдейты и баг-фиксы. В общем, от российского рынка поляки явно отказываться не собираются и планируют в будущем возобновить работу. Кинотеатры тоже смогли приспособиться. Конечно, не стоит ожидать свежих голливудских релизов, зато нам обещают показывать российскую, советскую классику, старые зарубежные фильмы и даже хиты Болливуда. Если кино и зрелища у нас будут, то вот с хлебом проблемы. В начале марта Яндекс.Еда сообщила, что у нее взяли да утекли пользовательские данные. Теперь же они всплыли, причем на очень удобном сайте с картой и возможностью поискать нужного человека по телефону или фамилии. И количество записей аж 8 миллионов штук. Найти можно кого угодно. Данные выдаются очень интересные. Тут и полный адрес, и номер телефона, и в некоторых случаях суммарная стоимость заказов. Мы проверили себя, данные настоящие. Да и другие люди это тоже подтверждают. Роскомнадзор, конечно, быстренько заблокировал этот сайт, но всем отлично известно, если что-то попадает в интернет, оно там и остается. Конфиденциальные данные у нас в стране стоят недорого. Так что Яндексу выразили озабоченность, и блокировать сервис РКН не будет. А пока на Земле продолжают раскачивать яхты, в полтора миллионах километрах от нее новый космический телескоп Джеймса Уэбба готовится к работе. Все его 18 зеркал отлично себя чувствуют, и уже удалось их синхронизировать так, чтобы получить четкое фото звезды в инфракрасном диапазоне. А это означает, что отклонение у метровых зеркал меньше микрона. Удивительная точность. Так что подготовка телескопа идет полным ходом, и возможно уже к середине года он начнет нас радовать шикарными фото, как и его дедушка Хаббл. Мне кажется, затмить происходящее на Земле сейчас способно лишь что-то межгалактическое. Пожелаем ученым удачи. На них вся надежда. Ставим лайки, и я разыграю эту начатую пачку белейшей бумаги от светокопия. Все будет хорошо, особенно если вы не забудете подписаться на наш телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. Встретимся там. До скорых встреч.